Всем огромнейший привет! Снимаю сегодня новое видео о косметических покупках. Их было немного, поэтому видео будет не очень длинное, поэтому давайте сразу же начнем. Первое, что хочу показать, это моя такая вот парочка шампунь и бальзам, которые я заказала в интернет-магазине. Вот так вот это выглядит. Это Estelle, их какая-то линейка от TUM, Flow, в общем шампунь и бальзам для длинных волос. До этого я в этом же интернет-магазине заказывала Estelle тоже, но это был шампунь и бальзам для сияния волос с какой-то желтой пудрой мерцающей. И он мне не очень понравился, потому что он был густой, сияния он особо не придавал и ничего в нем такого особенного не было, кроме того, что он был нереально густой и его тяжело было выдавливать из бутылок. Но так как я люблю экспериментировать, то я решила вот опять заказать себе Estelle, только другую линейку. Это вот для длинных волос и бальзам для длинных волос, соответственно. Кстати, не знаю, в чем суть профессиональных, так скажем, шампуней и бальзамов, потому что вот стоят они дороже, но в состав у них ничем таким особенным не отличается. Хотя, может, я не сильно разбираюсь в составах, но там нет какого-то засилия каких-то натуральных компонентов, экстрактов. Но, скажем так, возможно, в этом есть какой-то смысл, потому что эта парочка мне очень понравилась. Она как-то придает волосам очень ухоженный вид и они, знаете, такие роскошные. Как-то да, так неплохо влияет, но, как и все масс-маркетовские шампуни, в принципе, за счет того, что там силиконы, делаю так, что волосы на следующий день уже в середине дня выглядят грязными у меня. В остальном мне этот шампунь и бальзам очень понравились. Я им с удовольствием пользуюсь, кстати. Имеет очень приятный запах и он надолго остается на волосах. Так, следующее, что покажу, это был вот такое вот средство для лица. Это я купила в эпицентре. Там нашла большой стенд с белорусской косметикой. Я помню, я одно время увлекалась белорусской косметикой. Знаете, все вот эти Велита Витекс. Вот, очень много у меня было и с термальной водой, и какие-то другие, там, с черникой, помню. Вот они одно время были очень распространены в таких магазинах, как Ева, продавались везде в Аксенсе. Сейчас там такого уже не найдешь. И поэтому я перестала его купать. А вот в эпицентре я нашла целый стеллаж с белорусской косметикой. Но там, кстати, я еще старенькую серию нашла на термальной воде. Так, покрутила в руках ради, как это, возвращения к прошлому, не знаю. Вот, но там вот решила попробовать вот такой вот мезокомплекс, мезопилинг-скатка для лица глубокое очищение. Вообще наслышано про пилинги-скатки, но мне кажется, это не тот вариант. Попробовала им пользоваться. Здесь написано, что его нужно нанести на сухую кожу лица, кроме кожи, круглазых губ. Тут просто на украинском написано. Руками нежно помассируйте и до катышек, а после этого смойте водой. Я пробовала так сделать, но это вот средство, оно напоминает очень сильно обычный скраб, который вы зачем-то возюкаете по сухому лицу, а потом смываете. Катышек никаких не образуется, как вот я себе представляла при пилинге-скатке, что вот оно должно какие-то катышки образовывать, которые потом нужно удалить. А это похоже на обычный скраб, который вы без воды возите по лицу, после чего эти катышки, это просто скраб, который вы первоначально туда нанесли, и вы смываете. Поэтому средство, мне кажется, весьма бесцельное. Ну, не знаю. Не знаю, я попробую еще попользоваться. Может, я его распробую. Но, по-моему, это не та скатка, которая должна быть вообще в принципе. Так, дальше покажу тоже из эпицентра две покупки быстренько, а после чего перейдем к продуктам Avon. В эпицентре люблю покупать мыло жидкое, потому что там вот не так, как в супермаркете, там как какой-то Паумелев стоит, Сейфгард и все. А вот в эпицентре там много таких мымарок, которые нигде в других магазинах не представлены. На этот раз купила вот такой вот Vital Charm, крем-мыло, цветы T.R.A. и Caramble. Не знаю, ни что есть одно и второе, но мыло прикольное. Там вот в эпицентре продается мыло с очень прикольным запахом и большие такие объемы. Вот, и мыло по качеству неплохое и стоит недорого, ну, там порядка, меньше 30 гривен. Такая большая упаковка, 500 миллилитров. И, ну, мне нравится. Так, следующее это детское я купила у Типути, жидкое крем-мыло с депантенолом, вот такое. Ну, мыло, нормальное мыло. Детское мыло бывает либо плохое, либо нормальное. Вот это вот нормальное. Так, все, переходим теперь к заказу Avon. Ну, здесь тоже не особо много, но я вам хочу показать. Купила две новинки вот таких от Avon. Это вот в последних каталогах появилось два новых GEDA Senses. Я люблю экспериментировать, заказывать GEDA Senses, потому что там в линейке очень много гелей, и они очень часто выпускают новые гели. И прикольно так их представляют на страницах каталога, и всегда так смотришь на картинки, и возникает такой интерес. А как же на самом деле оно вот пахнет, как же на самом деле оно в пользовании, вот приносит ли оно какие-то, оно, гель, это какие-то ощущения, которые вот заявлены на страницах каталога. Ну, не знаю, так, знаете, в общем, чтобы отвлечься чем-то. Так вот, заказала две вот таких вот новинки. Это написано Oriental Zen, но в каталоге это называлось как умиротворение Востока, что-то такое. В общем, вот такой вот гель. И вот такой вот кремовый гель, который называется California Glow, Sunny California Glow, это с грейпфрутом и франжипани, а здесь джасмин и зеленый чай вот в этом геле. И это крем-гель, соответственно, называется Яркое солнце Калифорнии. Да, тут на русском написано, а тут, наверное, тоже. Умиротворяющая Гармония Востока. Вот этим гелем уже пробовала пользоваться, и он мне очень понравился. Он мне чем-то напоминает гель, который цитрусовый, старый, ну, из старых образцов. Тоже такой зелененький, прозрачный, очень освежающий. И вот это вот тоже похожий, только без такого ярко выраженного цитрусового запаха. Более такой вот, для тех, кто не любит моноцитрусовые ароматы, вот этот, но любит свежие летние ароматы. Вот этот очень классный, мне понравилось на самом деле. А вот этот гель, я им еще не пробовала пользоваться, но я его смогла оценить по аромату из бутылки. Хочу сразу сказать, что у него, конечно, ну, запах, но мне упорно пахнет сладкой морковкой. Может из-за цвета, потому что у меня это ассоциируется вот с какой-то, я не знаю, натертой морковкой. Каким-то морковным фрешем, такого первого отжима, знаете. Вот, но пахнет, ну да, ну не знаю, мне пахнет морковкой. Морковкой с каким-то яблоком, вот яблочно-морковный фреш, вот что-то такое. У них есть новинка прошлого лета, ну, уже не новинка, называется Каминг Тоскана. Какая-то Чарина Тоскана называлась или что-то такое. Там такой же гель был, только он был ярко-желтого цвета. Вот тот по запаху мне понравился больше. Этот чуть меньше, но этим я тоже с удовольствием буду пользоваться. Я вот специально заказывала под летнее настроение. Этот больше такой освежающий, а этот, знаете, больше такой обволакивающий каким-то летним ароматом и настроением. У меня с ним какая-то повышенная болтливость. Вот, и заказала еще вот такую пенку для умывания. Это Nutra Effects. И мне нравится, как Avon представляет у себя в каталогах какие-то новые линейки. Вот, например, раньше были средства от линейки Nutra Effects, а потом я беру каталог, а там написано новинка. И вот на продуктах Nutra Effects написали Avon True и представили это как новинку. Ну, ладно, чем не баловались бы маркетологи, лишь бы были счастливы. Вот, я такую пенку уже покупала, на самом деле, по-моему, два раза. И она мне очень нравится. Она очень такая нейтральная, нежная, мягкая и очень хорошо подходит для утреннего умывания. Поэтому я ее заказала опять. И покажу еще три, две точнее покупки от Avon декоративной косметики. Хотя декоративную косметику я люблю больше показывать в формате без меня в кадре, потому что так лучше видно. Ну, здесь я заказала только два продукта, поэтому покажу так. Заказала вот такой вот у Ultra Glaze Wear блеск для губ. В каталоге я выбрала оттенок Cherry Splash. И вот у меня пришел блеск, который выглядит вот так. Он такой ярко-малиново-розовый с шиммером очень таким густым. И я обнаружила, что он полностью идентичен блеску, который у меня заканчивается. И это была такая же точная серия. Вот она, такая же точная упаковка. И вот этот блеск у меня заканчивается. Я его заказывала, по-моему, два года назад или год назад. И он одинаковый по оттенку, но он называется Strap Baryshine. А вот этот блеск, который сейчас представлен в каталоге, с таким же точным оттенком. Но они буквально идентичны, одинаковы. Он называется Cherry Splash. Так что вот такая вот у меня получилось забавное дублирование оттенков. Хотя я на самом деле думала, что я заказываю что-то другое. Потом заказала еще себе помаду, которая называется... В каталоге этот оттенок называется Спекотни Тропики. Мне нужна была помада, чтобы на работу ее носить. То есть она должна быть такая нюдовая, но не сильно там совсем какая-то бледная. И я полностью удовлетворила, так скажем, свой запрос. Потому что это оказалась вот такая вот помада. И я вам попробую сейчас показать. Она реально очень классная. И именно то, что я хочу. Вот у нее такой вот оттенок. Она не вызывающая, но не какая-то бледная и не бежевая. Ну вот не напоминает там тональный крем. Не знаю. Вот очень классная помада. Я ее пробовала пользоваться. И она, кстати, стоит, ну я не знаю, почти в половину дешевле, чем помада от Luxe, которую я заказывала. Но Luxe по сравнению с этой помадой проигрывает, как по мне, ну я не знаю, в два раза так точно. Я уже описывала там свои эмоции от помады Luxe, которая вовсе не Luxe. Вот. И я больше Luxe не заказываю. Заказываю вот обычные помады. Еще раз повторюсь, это оттенок спокойной тропики. И очень классный цвет. На этом мои покупки на этот раз заканчиваются. Было немного средств, так что, ну до следующих встреч, до следующего видео. В следующем видео будут, скорее всего, пустые баночки. Так что всем пока-пока. Всем спасибо за внимание.